Добрый вечер! Вы смотрите Факты в студии Ксения Ермолаева. Я поздравляю вас с Днём Великой Победы и наш выпуск сегодня как раз о том, как и где празднуют. А празднуют очень широко по всей стране. В каждом уголке России проходят парады, встречи с ветеранами, концерты. В торжественных мероприятиях участвует более 8 миллионов человек. А на Кубани главный парад состоялся, конечно же, в Краснодаре. Как это было, расскажет Мария Крошная. И ты войдёшь в историю с дедушкой. На парад Дмитрию Жалееву помогает собраться внук. Ветеран рассказывает ему о боях и сражениях, погибших товарищах, о том, как шли к долгожданной победе. Даже спустя 70 лет фронтовик помнит этот день, как будто бы он был вчера. 12 мая после Праги мы только праздновали День Победы. Почему? Потому что туда отступили на юг отборные немецкие войска СССР, которые были преданы своей фашистской идеологии. И они не верили в том, что Берлин подписал акт о капитуляции. Они продолжали сражаться. На фронт Дмитрий Григорьевич ушёл в 16 лет. Тогда, в 43-м, домой прилетели три похоронки. Старшие братья с войны не вернутся. Так юный Дима Жалеев сначала стал связистом, потом пулемётчиком. В каждом бою уничтожал не меньше 20 вражеских солдат. Участвовал в освобождении Украины, Польши, Германии и Чехословакии. День Победы, 9 мая, остаётся самым трогательным, самым душевным праздником страны. Сегодня с таким же боевым настроем Дмитрий Жалеев вместе с другими ветеранами открывает Парад Победы в Краснодаре. Герои едут по театральной площади на ретромобилях. Победителей многотысячная трибуна встречает стоя. Солдаты и офицеры отдают им честь. Сразу после приветствия фронтовиков на площади чтят память тех, кто отдал за этот день своей жизни. Принимает парад заслуженный военный лётчик России, полковник Виктор Ляхов. Он объезжает каждый парадный расчёт. Поздравляю вас с Днём Великой Победы! Ура! За происходящим на площади с трибун наблюдают 46 тысяч человек. Всех их сегодня объединяют одни и те же чувства. Гордости, радости и, конечно же, бесконечной благодарности к ветеранам. 70 лет назад они поставили большую точку в самой кровавой и жестокой войне за всю историю человечества. 9 мая 1945 года. Главная дата нашей истории. День национального триумфа и святой праздник для каждой семьи. Ни одна страна в мире не приносила такой страшной жертвы во имя свободы и мира. 27 миллионов советских людей погибло в той войне. Полмиллиона наших земляков отдали свои жизни ради Великой Победы. Вечная слава погибшим героям. Дорогие ветераны! Вся ваша жизнь – одна большая победа. Вы вернулись с фронта в другую страну. Разрушенную, разграбленную и стерзанную. Вернулись, пройдя от войны, к руинам родных домов, к могилам погибших родных и друзей. И стали отстраивать все заново. В свои дома, в свою жизнь, весь наш край. Наша мирная и благополучная жизнь. Целиком ваша победа. Торжественное шествие открывает взвод барабанчист Краснодарского университета МВД. За ними чеканит шаг знаменная группа военно-воздушных сил. Следом маршируют курсанты военного учебного научного центра. Продолжают парад коробки ветеранов и локальных войн, бойцы спецназа. Летчики, пограничники, кадеты и казаки. Всего 38 парадных расчетов. Больше двух тысяч человек. В этом году парад полетов Краснодаря освещает просто не бывалое количество СМИ. Слезионные съемочные группы, фотографы, газеты, корреспонденты информационных агентств и интернет-порталов. Причем как краевого, так и федерального масштаба. Сегодня на Театральной площади работает больше 150 журналистов. За всю историю проведения парадов в Тубанской столице это рекордная цифра. После, по традиции, на площадь выехала боевая техника, бронированные разведывательные тигры, пусковые установки «Искандеры» и машины тактического комплекса «Точка-У», которые способны поразить цель на расстоянии в 120 километров. За ними едут легендарные БТР-80, зарекомендовавшие себя в боевых действиях на Северном Кавказе, и КАМАЗы с зенитными установками, которые могут уничтожить в воздухе врага, даже если он будет двигаться со скоростью 320 метров в секунду. С такой армией и техникой можно быть спокойными за будущее родной страны, признаются ветераны. Россия под надежной защитой. Нынешние воины, которые служат сейчас у нас в России, надежный оплот, и он будет продолжать наши традиции, наши завоевания. Поэтому уверены в этом. Прямо поражена. И все так хорошо, все весело, рад. Прямо, я не знаю, от сердца, прям у меня слезы души. Армия? 100 сот стоит. Хорошая, отличная. Армия, вся наша жизнь, мы на ее только и надеемся. Даже спустя час после торжественного парада на площади тысячи людей никто не спешит расходиться. Краснодарцы и гости города не перестают благодарить героев за их великий подвиг. Дорогие ветераны, желаю вам счастья, здоровья, и чтобы вы всегда были счастливыми. Спасибо большое, дорогие ветераны. Ждем победы ветеранам, желаю счастья и здоровья, чтобы они не болели. Мария Крошная, Мария Евсикова, Денис Перец и Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. Наш телеканал сегодня вел прямую трансляцию с парада победы в Краснодаре. Если вы вдруг не успели посмотреть, то я вас обрадую. Сразу после выпуска фактов мы еще раз покажем, как это было. В 20.00 дождитесь и движемся дальше. Праздновать День Победы в Краснодаре начали с самого утра. Ветераны собрались в сквере имени Жукова. Вместе с исполняющим обязанности губернатора Вениамином Кондратьевым фронтовики возложили цветы к бюсту великого полковоза и почтили память погибших минутой молчания. После торжественная колонна прошла к вечному огню. У мемориала собрались сотни горожан. Ветераны, школьники, казаки, военные – все с цветами в руках и георгиевскими ленточками на груди. Многие приходили семьями. Вместе с собравшимися цветы в памяти погибших возложили и политики. Вениамин Кондратьев прошел в колонии от вечного огня вместе со всеми. Венки возложили на могиле братьев Игнатовых, которые участвовали в освобождении Краснодара от фашистских захватчиков и у памятника советским воинам. Ну а главный и самый масштабный парад в честь 70-летия Победы прошел в Москве. В нем приняли участие более 16 тысяч человек, в том числе иностранные и военные, 194 единиц техники и 143 самолета и вертолета. Принимал торжественное шествие министр обороны Сергей Шойгу. После построения он сделал доклад верховному главнокомандующему президенту России Владимиру Путину. Рядом с ним на трибуне присутствовали главы более чем 20 стран, в том числе Китая, Кубы, Сербии, ЮАР и Венесуэлы. Ну а главными гостями праздника, конечно же, стали ветераны. Их на Красной площади сегодня почти две с половиной тысячи. Впервые перед шествием была объявлена минута молчания. Сам же парад состоял из двух частей – исторической и современной. И если в первой можно было наблюдать расчеты, одетые в форму военных лет, то во второй, пожалуй, самым интересным моментом стала первая демонстрация новейшей техники. В том числе, как его уже назвали «Танка будущего» Т-14 «Армата», такие военные машины в ближайшее время должны поступить на вооружение в сухопутные силы. Парад длился около полутора часов. И все это время за праздником на главной площади страны наблюдала наша съемочная группа. Коллеги уже несколько дней в Москве. Они следили за тем, как готовились к параду кубанские казаки и за тем, как сегодня им кричали «Люба». Подготовка к этому масштабному действию началась еще в мае прошлого года. Именно тогда кубанские казаки закорились идеей принять участие в юбилейном шествии. Тем более их деды и прадеды уже шли по брусчатке Красной площади во время первого военного парада в июне 45-го. Полгода упорных тренировок и вот долгожданное утро сотни казаков выстроилось вместе со всеми парадными расчетами у Васильевского спуска. Волнение чувствуется такое легкое, потому что уже не первый раз на Красной площади проходим. Две ночные тренировки все-таки, как-никак, генеральная репетиция. 9 мая два наших земляка, участника парадного расчета, отмечают день рождения. Перед выходом на площадь короткие поздравления от атамана. Только в этом году личный праздник отойдет на второй план. Главное пройти четко и с достоинством. Сегодня на нас смотрит вся Россия, смотрит весь мир. Поэтому должны на высочайшем уровне пронести знамя кубанского казачьего войска и нашей Кубани. Сотни кубанских казаков выходят на торжественное построение, как и большинство парадных расчетов с песней. После слов президента перед трибунами проходит рота барабанщиков Московского военного музыкального училища. Она и задает темп всем парадным расчетам. Скорость шага казачьей сотни 120 в минуту. 330 метров длина главной площади страны, как один миг. Таких эмоций, признаются, еще не испытывали. Еще не началась демонстрация военной техники, а на набережной казаков уже встречают жители и гости столицы. От казачьей сотни их отделяет Москва-река, но радостные крики и приветствия Люба хорошо слышны участникам парада. Впервые казаки вздохнули с облегчением. Можно позвонить домой и поздравить с праздником родных и близких. Говорят, красиво прошли, молодцы, поздравляют. Я отвечаю, что спасибо, рады, всю память великой победы. Чувства переполняют, переполняют, так что невозможно это передать словами. А явление парад в самом разгаре. На площади технику военных лет сменяет современное с новейшими системами ПВО, боевые машины. Воздушная часть это свыше 140 самолетов и вертолетов в небе. Вдвое больше, чем в прошлом году. В завершении яркая кульминация. Шестерка грачей СУ-25 с помощью дыма создали над красной площадью цвета российского флага. Ветераны, что приехали сюда со всех уголков страны, поражены масштабом действа. Признаются, этого события ждали весь год и счастливы, что смогли увидеть юбилейный парад вживую. Такой строй, форма этого фига. Мне очень приятно, что на параде участвовали казаки. Наши земляки сегодня отправляются на вокзал. Через пару дней их уже будут встречать в Краснодаре и на родине торжественно поздравят с достойным участием в параде Победы. Екатерина Катеева, Артур Завада, Ирина Архангельская, Москва. А сейчас предлагаю посмотреть, как отмечают День Победы в Новороссийске, Сочи, Ейске и Армавире. Передаю слово нашим Сапкорам. Вопреки всем прогнозам, парад Победы в единственном на Кубани городе Герои не омрачили ни дождь, ни ветер. В Новороссийске в праздничном шествии приняло участие почти полторы тысячи военнослужащих, казаков и кадетов. По традиции открыли парад торжественным маршем подразделения в форме образца 1945 года и знаменосцы со штандартами фронтов. Чеканец, шаг, слотная рота солдат-победителей. Такими были они, когда в годы Великой Отечественной войны в атаку. В составе механизированной колонны по центру Новороссийска проехало более 50 боевых машин, в том числе самоходный артиллерийский комплекс «Берег», боевые машины десанта БНД-2, а также три вида ракетных комплексов «Рубеж», «Редут» и «Бастион». Затем, как военные Чеканец-Шаг, наблюдали тысячи гостей из жителей города Героя, в том числе представители китайской делегации. Они прибыли в Новороссийск накануне на двух военных кораблях. Через несколько дней моряки Поднебесно вместе с российскими военными отправятся на учения в Средиземное море. Сразу после Парада Победы по главным улицам города Героя прошли участники Парада Победителей. Три тысячи человек с портретами советских воинов. Дай Бог здоровья молодежи, чтобы не было ничего похожего на то, что видели мы. Держите, храните Родину, берегите ее. По всему городу, в парках и скверах весь день работают солдатские привалы, а через несколько минут на площади у мор-вокзала зрители смогут увидеть праздничный концерт и масштабную реконструкцию событий военных лет. В ней примут участие больше двух тысяч человек. Завершится праздник залпами артиллерийского салюта Победы. Празднование 70-летия Великой Победы началось в Сочи с самого утра. Сегодня, отметит 9 мая, на курорте приехали гости со всей России. Почтить память погибших воинов на центральном мемориале курорта сегодня собрались тысячи людей. Возложить цветы к вечному огню пришли казаки, военнослужащие, школьники. Стена скорби, на которой высечены имена павших героев, сегодня официально пополнилась фамилиями 930 солдат. Обновленную стеллу открыли специально к празднику Победы. Взрослые и дети со слезами на глазах чествовали ветеранов и благодарили их за подаренную жизнь. По курортному проспекту прошел красочный парад. С лагами и лентами проехали байкеры. В ретроавтомобилях приветствовали горожан-ветераны. Акцию «Бессмертный полк» в Сочи поддержали больше 3000 человек. Он защищал нашу страну. Я очень горжусь своим дедушкой. Мы никогда не забудем всех наших отцов, дедов, которые пали в годы Великой Отечественной войны. Колонны двинулись к мемориалу «Подвиг во имя жизни». Здесь вспомнили город-госпиталь, которым был Сочи во время войны. Через сочинские госпитали прошло около полумиллиона ранее. В парках курорта целый день шли концерты. Работала полевая кухня с шарами, лентами, флагами. В тематических костюмах сегодня горожане и гости города громко празднуют победу. Самый главный праздник страны сегодня по-своему, но с размахом отмечают во всех районах курорта. Так, например, в горном кластере для всех желающих бесплатно работала канатная дорога. А ветеранов Великой Отечественной войны в течение всего дня даже поднимали воздух на вертолетах. Герои Великой Победы смогли полюбоваться городом с высоты птичьего полета. Сегодня в Ейске на площади у Вечного Огня прошел торжественный митинг. Пришли сотни горожан, ветераны, совершенно незнакомые люди. Подходили к ним, благодарили, дарили цветы. Все это было очень празднично, трогательно. Спасибо вам огромное. Я не грамотный. Я освобождал этот Ейск, и я дошел до самого одера. Я в мое звание капитан. Сегодня у меня будет 20 человек соседей. Я всем буду по 100 грамм давать, чтобы были они крепкие и жили до моих лет. Над площадью пролетел самолет. Он сбросил вот такие поздравительные открытки. Поздравление прямо с небес. Очень порадовало горожан. Вот такие письма, чтобы все к тебе отрумали, чтобы все читали, чтобы все знали. Все здорово было. Спасибо всем за этот праздник. Колонны военных, полицейских, казаков торжественным маршем прошли по улице. За ними горожане с портретами родных фронтовиков. В акции «Бессмертный полк» приняли участие около 500 ячар. Сегодняшний день завершится праздничным салютом. Обещают, что он будет грандиозным. На главной площади Армавира, кажется, собрался весь город. Людей действительно очень много. Но главные гости, или скорее даже герои празднования 70-летия Победы, это, конечно, ветераны. Они сидят в первых рядах. Всего около 100 человек. И все действие на сцене происходит в первую очередь для них. Основная изюминка празднования Дня Победы в Армавире, такое устраивают впервые, это реконструкция штурма Рейхстага. Началась она с построения у сцены войск вермахта. Но тут неожиданно из толпы людей стали появляться советские герои. В ожесточенном сражении обе стороны нанесли потери. Раненых с поля боя уносили медсестры. На ступени Христага войска сошлись в рукопашную, и враг был повержен. Завершилась реконструкция водружением знамени Победы. Мы самые радостные из всех праздников радуемся. Мы, что живы, все здоровы. И всем желаем здоровья, всем вам крепкого здоровья. Чтобы не видели, вы никогда войны не видели. Как и в 45-м году, подножие Рейхстага прошел концерт. А завершился праздник торжественным маршем. Но и вечером в 21.30 жители Армавира и гости города обязательно возвращайтесь на главную площадь. Потому что здесь пройдет большой праздничный фейерверк. И в честь Дня Победы он, конечно, будет особым. Возвращаемся в Краевую столицу. Более 40 тысяч краснодарцев сегодня приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». Колонны, которая растянулась на несколько километров, они прошли по улице Красной. Из-за огромного количества участников маршрут пришлось увеличить в два раза. Шествие началось возле Краевой администрации, а закончилось на площади Героев на улице Северной. «Бессмертный полк» впервые прошел в Томске в 2012-м, а уже на следующий год в акции принимали участие жители более 120 городов России, Украины, Казахстана и Киргизии. В этом году с портретами своих дедов и прадедов прошли сотни тысяч человек в более чем тысячи городах России и ближнего зарубежья. «Это мой папа, участник войны, фронтовик. 94 года он умер в прошлом году. Ну вот я решила просто это отметить». «Это наша гордость, это наша победа. У меня дедушка служил, Кутилин Иван Петрович, двоюродный дедушка Харьковский Николай Кононович. Поэтому мы не могли не прийти. Воевали наши деды, наши прадеды. И мы гордимся тем, что мы все-таки победили. Спасибо им за это». «Помним своих дедов, отцов, гордимся их подвигом. Во имя нашей жизни они отдали своих. Пришли почтить память и отпраздновать победу этот день». «Мой родственник погиб в Севастополе. И мы хотели бы показать всем, что мы помним его, чтим его память». Краснодарскую многотысячную колонну на театральной площади поприветствовал временно исполняющий обязанности губернатора Вениамин Кондратьев. Люди в ответ поздравляли руководителя края. Многие фотографировали с ним на память. «Пока будет жить память, они будут жить». Также в центре Краснодара целый квартал стал военным. На улице Красной установили походную церковь, прошли выставки моделей самолетов, оружия. А поисковики представили самые интересные находки, которые обнаружили в экспедициях. Все эти мероприятия прошли в рамках акции «Победа деда, моя победа». 7274 свечи накануне праздника зажгли в городе Гулькевич. И ровно столько человек, жители района, погибли в годы Великой Отечественной войны. Поучаствовать в акции «Свеча памяти» пришли жители города и гости из соседних поселений. С лампадами люди выстроились в колонну и прошли по улицам. «Свеча памяти» Шествие завершилось возле мемориального комплекса «Родина-Мать». Здесь священнослужители совершили молитву по погибшим во время войны. Наши деды, прадеды воевали за нас, за то, чтобы мы жили свободно, без нацистского рабства. Я им благодарен. В знак благодарности я вознес им свечу и пришел на это мероприятие. Без прошлого не было бы сегодняшнего будущего. Спасибо нашим дедушкам, бабушкам за подаренный шанс иметь детей, внуков. Большое им сердечное спасибо. Возле вечного огня участники акции из свечей огромными буквами выложили слова «Спасибо за победу». Огни горели очень долго и, несмотря на поздний час, даже те, кто был с маленькими детьми, не спешили расходиться. Они вспоминали своих родных, которые отдали жизни за победу. Все это время на мемориальном комплексе играли песни военных лет. По улицам Ейска пронесли семиметровое полотно памяти. Его шили и украсили школьники, чтобы показать, насколько дорог им этот праздник и память о войне, которую русский народ будет хранить вечно. За знаменем выстроилась колонна с портретами героев Великой Отечественной. Шествие завершилось у главного районного мемориала. Многие пришли сюда со свечами, чтобы накануне праздника в тишине вспомнить павших. Я думаю, что тронуло души всех присутствующих, потому что были зажжены свечи. Это символ памяти. Очень понравилось детям. Давно не видел их такими вдумчивыми, осознанными и серьезными. Здесь же на площади прошла церемония передачи вечного огня из Москвы от могилы неизвестного солдата. В рамках всероссийской эстафет в памяти от одной лампадки были зажжены огни на всех мемориалах района. А Славянск-на-Кубани присоединился ко всероссийской масштабной акции «Сирень победы». В парке у памятника Ленину появилась сиреневая аллея. В знак памяти и признательности за подвиг фронтовиков школьники вместе с ветеранами высадили 22 куста сирени – символа победной весны 1945-го. Я высаживал деревья в 82-м, в 87-м, в 90-х годах. В эти годы проходила встреча в Славянске-на-Кубани наших ветеранов 301-й сталинской стрелковой дивизии, которая в 43-м году здесь формировалась и прошла с боями от Кубани до Берлина. Акция прошла не только по всей Кубани. Сирень распускается во многих городах-героях России в напоминании о том, как с этими цветами 70 лет назад повсюду встречали воинов-освободителей. В Тихорецке открыли аллею героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. 18 обелисков с портретами – это дань уважения землякам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной. Красную ленточку на открытии мемориала перерезали ветераны и представители городской администрации. Затем возложили цветы к памятнику воинам-освободителям. В поселке Черноморском появился военный музей, где экспонаты можно потрогать руками. Это фрагменты гильз, каски, походные фляги, личные вещи неизвестных солдат. Все было найдено волонтерами-поисковиками краевого отряда «Щит и меч» в местах сражений. Отдельное место в музее занимает фрагмент самолета Ил-2М, сбитый в небе над Крымском в августе 43-го. Пилоты направили его в сторону зенитной артиллерии врага. А для последнего удара экипаж повторил подвиг летчика Гастелло. Мы помним о той войне из ваших рассказов, из рассказов наших дедушек, бабушек, из рассказов учителей еще со школьной скамьи. И наша задача пронести эту память через жизнь, передать ее молодому поколению, чтобы не ушла она, не ушла никогда. Военный музей находится в здании Клуба юных техников поселка Черноморского. Скоро он примет первых посетителей и вход туда будет бесплатным. Вот и все на сегодня. Прямо сейчас посмотрим, какие сюрпризы нам приготовила погода. Надеюсь, приятные. А сразу после фактов трансляция Парада Победы в Краснодаре. Не пропустите. Добрый вечер. Вот и наступил этот великий день. Ровно 70 лет назад люди всей Земли вздохнули свободно. И мы до сих пор живем под мирным небом. Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваш великий подвиг и за наше будущее. С Днем Победы! Погода сегодня тоже решила устроить парад и показать все свои возможности. Где-то светило солнце, потом шел дождь, и гроза была, и ветер, и снова появлялось солнце. Как известно, погоде нельзя приказать резко стать ясной и прекратить все свои дожди. Но все же способ на нее повлиять есть. Ученые давно придумали разгонять тучи, но не руками. Облака засеивают, например, измельченной углекислотой. Ее направляют в сами облака с самолетов или ракетами. Происходит сильное понижение температуры в облаке. Как следствие, само облако становится насыщенным влагой. Капли укрупняются и под собственным весом падают на Землю. Примерно так же действует аэрозоль йодистого серебра. При понижении температуры до минус 40 градусов переохлажденные капли замерзают. На них оседают другие капли, что приводит к выпадению осадков. В результате облако просто-напросто обезвоживается. Но, как говорится, сколько волка не корми, все равно в лес смотрит. Так и с фронтами. Сколько их не разгоняй, все равно откуда-нибудь да прилетят. Что нас ждет завтра, сейчас расскажу. Внимание на снимок из космоса. Итак, вот наш край. И рядом с нами находится облачность. Это, как вы уже догадались, циклон. Сам он находится над Украиной и смещается в сторону Ростова. По мере своего продвижения на восток, он теряет силы и запасы влаги тоже активно истощаются. Поэтому никаких серьезных ливней он принести просто не в состоянии. Через нас сегодня ночью пройдет его холодный атмосферный фронт. Вот он сейчас находится в акватории Черного моря. За счет этого температура немного понизится. Завтра из-за того, что циклон и его фронт находятся совсем рядом с нами, погода будет нестабильной. Осадки возможны по всему краю. Но в основном в первой половине дня и только в виде кратковременного слабого дождя. Заливать с утра до вечера точно не будет. Но на всякий случай, если планируете выйти из дома, зонтик лучше прихватить. Также местами возможна гроза. Несмотря на то, что фронт через нас пройдет холодный, солнце все-таки уже майское. И оно будет стараться прогреть воздух как можно сильнее. Температура ночью плюс 8-13. В предгорных и горных районах 3-8 тепла. Днем по северу в Ейске, Приморско-Ахтарске и Каневской плюс 13-15. В западных Славинске, Крымске, а также на Азовском побережье плюс 18. От Анапы до Геленджика 15-17 тепла. В Туапсе и Сочи до 18 с плюсом. Такие же температуры в центральных Кореновске, горячем ключе, там тоже плюс 16-18. И восточная часть края это Тихорецк, Кропоткин, Нормавир и Лобинск 15-17 градусов выше нуля. Ветер завтра юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, а местами порывы до 15 метров в секунду. Подведем общий итог. Самые низкие температуры завтра ожидаются по северу в Ейске, Приморско-Ахтарске и Каневской. Там выше 15 градусов столбики термометров поднимутся вряд ли. А вот теплее всего в центральных районах и на Черноморском побережье, а конкретнее в Туапсе и Сочи плюс 18. В лидеры также попадут Славинск и Крымск. Западная часть края там тоже до 18 со знаком плюс. В Краснодаре днем кратковременный, слабый дождь, утром и вечером без осадков. Температура, кстати, очень даже комфортная. Смотрите, перепад совсем небольшой. Утром 15-17, днем плюс 18 и вечером около 17 градусов выше нуля. Ветер умеренный, давление в пределах нормы. У меня на этом все. Погода в выходные дни продолжит показывать свой непостоянный характер. Но, как известно, край у нас южный и тепло все равно никуда не денется. Просто нужно немного подождать. Желаю вам хорошего вечера. Пока.